Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Начинаем новый влог, будет много интересного. Итак, поехали. С дикой жарой, все облющу, просто какой-то капец. С дикой жарой, вообще дикая жара и дикие ливни, дикие грозы. Надеюсь, сегодня удастся поехать искупаться. Если что, обязательно вас возьму с собой, покажу. А сейчас очень интересные покупчики с Вайлдберрис. Поехали. У меня началась летняя засушка овощей в овощесушке. Я насушила уже яблок, достаточное количество и груш. Беру крестешки на перекус, очень вкусные. Яблоки мельбы особенно вкусные, получаются классные. Я сушил второй год, так, девчонки, расскажите, что вы еще сушите, что можно посушить в сушилке такого вот вкусненького. Мне прям этот вопрос интересен, пока она у меня стоит, активно ей пользуемся. Так, а теперь к покупочкам. Сейчас покажу. Это у нас с вами Афичина. Мы с вами обозревали неоднократно уже средства этого бренда. У них раньше было две линейки. По ходу за полостью рта и по ходу за телом. А теперь они выпустили летнюю линейку. И, конечно, я не могла пройти мимо. Заказала на Велберрис. Так, я вам ссылочки все оставлю обязательно, как всегда. Это у нас с вами спрей после загара. После загара. Так, у нас по-русски, по-моему, а вот, только наклеечка. Потому что косметика производится в Италии. Ингредиенты все итальянские. Косметика натуральная. Средства натуральные. Никаких СЛС и так далее. Парабинов. Масла тоже только 100% натуральные, живые. Экстрактов очень много, витаминов. Поэтому вот все, что я пока пробовала, мне безумно нравится. Да? Бутылочка, кстати, большая. Здесь объем у нас какой с вами? 250, наверное, точно. А, 200. Большая. Так. Освежающий спрей. Он должен еще освежать. Как раз мы вот сейчас поедем купаться, будем пробовать после загара. Мне вообще вот эта тема очень нужна была. Почему? Сейчас объясню. Потому что я не облезаю после загара, но я шелушусь спустя какое-то время. Чтобы кожа не пересыхала, за ней ухаживать надо, да? Вот мне, моя кожа просит маслица. И тогда я вообще не облезаю, не шелушусь. Натуральные ингредиенты. Я показываю вам состав. Вы можете с ним ознакомиться. Упаковки, кстати, перерабатываемые. И на животных тоже не тестируется эта косметика. Так, и следующий продукт, который тоже очень-очень хотелось попробовать. Линейка такая достаточно богатая. SPF нам летом нужны, да? Нужны обязательно, поэтому... Следующий у нас с вами кондиционер после загара. В эко-бутылочке. Вот так вот. Для волос. Для волос. Почему написано после загара? Это для волос у нас с вами средство. Кондиционер. Почему? Потому что волосы пересушены. Потому что день и ночь находимся на солнце. Потому что жара. И мне захотелось очень попробовать кондиционер. Сейчас я открою бутылочку. Мы с вами посмотрим на консистенцию. Аромат. В спреи есть экстракт овса и морковки. Сейчас расскажу, почему это классно. Его можно использовать и для макияжа. Я обязательно попробую. Он будет выравнивать цвет лица. Морковка. Я раньше сок из морковки разбавляла немножко с водичкой. Делала кубики льда. Такие. Меня мама научила. Можно протирать просто свежевыжатым соком морковки. Цвет лица очень красиво становится. И загар становится крутым. Вот реально. Морковку я уже испытала. И классно, что она здесь есть. Да? Экстракт морковки. Вот он. Здорово вообще. Супер. Так. Теперь будем вскрывать. На самом деле консистенция такая прозрачная практически. Светленькая. Сейчас мы с вами попробуем распылять. И пахнет, пахнет какими-то экстрактами. Пахнет какими-то экстрактами, травками, вкусненькими цветочками. Попшикала на ручку. Это спрей, кстати, водный. На нем и написано, что это водный спрей. И у него нет SPF. Этот спрей нам нужен исключительно для того, чтобы влагу задержать в коже и убрать какие-то покраснения после загара. То есть он минимализирует вот эту вот красноту после загара. Да? И получается так вот красивенько. Разнесла по руке. И что могу сказать, девчонки? Он такой легенький. Он такой легенький. Он никакой жирной масляной пленки не оставляет фокус. Что ты на руке не фокусируется не хочешь? Вот прям не хочет и все. Хочет на моей скатерти фокусируется. Видите? Он совсем легенький. Никакой пленки, липкости вообще ничего не оставляет. Слушайте, это восторг. Будем сегодня с вами на тело применять. Много средств. У Афичины вышло именно кремов со SPF и для лица, и для тела. Там прям огромный ассортимент. Но у меня пока в запасе много, поэтому я взяла вот этот кондиционер. Да? Здесь тоже очень классный состав. Должен облегчать расчесывание. Да? Вот такая вот густая вот консистенция у него. Запах. Ой, запах похож. Наверное, есть какой-то компонент у этой линейки. Один запах похож на спрей. Сейчас немножко разнесу пальчиком. Потрясу вас. Густой. Вкусненько пахнет тоже какими-то травками, цветочками. Достаточно густой. Посмотрим. Буду мыть голову. Тоже вам все покажу, расскажу. Пока очень нравится. Я вам вот этот спрей вот маслом называю. Это спрей. Это водный спрей. Он не масляный. Там в составе экстракты. А масел здесь, наверное, совсем мало. Здесь в основном экстракт. Это водный спрей, девчонки. Он водный спрей. И он должен охлаждать. Холодочек после него легенький есть. Но я точнее скажу уже сегодня после загара. Ехали купаться. Никого нету. Тучи, гром. Красота. Сейчас круг тебе надуют и будет купаться. Здорово. Тут песочек. Красота. С папой купается. Зато мы тут одни. Там голубое небо. А тут вовсю уже гремит. А зато никого нет. Красота. И уточки. Кря-кря-кря. За что мы приехали домой. Покупались. Уже вечер. Все нормально. Гремело. Была молния жуткая. Но, слава богу, дождь не застали. Что могу сказать. Сходила в душ. И попрыскалась вот этим спреем. Да. Афичина. И у меня уже на руках и на ногах кожа сходила. Шелушилась. Да. И прям хорошо. Вы знаете, хорошо. Такое легкое, легкое летнее увлажнение. Без утяжеления. Мне очень понравилось. То есть я это средство на коже не ощущаю. Никакой липкости. Никакой пленки нет. Завтра будем пробовать с вами кондиционер для волос. А сейчас пойдем пробовать с вами новые масочки в Эверлик. Упорно тянет на очищение. Поэтому берем вот эту. Легкость на ней написана. Детокс. Маска для лица. Артикул 0073. Тоже написано смывать. Но, скорее всего, да. Остатки средства долетится помощью ватного диска. Плосните лицо водой. Вот такая вот масочка. Сейчас откроем. Ну что, поликалу. Опять оно какое-то немножко несыразное. Сейчас надо вот здесь будет надрезать. Видите, все топорщится. Все топорщится. Не хочется, чтобы маска с кладками на лице лежала. Поэтому ее, чтобы вот так разровнять, надо возле носика будет сейчас надрезать. Видите? На какой-то, на близко к носу посаженные глаза лекала. Вообще прикол. Но оно как-то почему-то, мне кажется, лучше, чем вот мы с вами делали тканевую маску из новинок прошлого каталога. Оно как-то и поширено. Широкое лицо, да. Все нормально. Чуть-чуть у меня тут остается. И вниз на подбородочек уходит. И лоб есть закрыт. Ну, тут вот только надрез, так более-менее. Более-менее. Вот. И она жутко воняет спиртом, когда я ее достала. Мне интересно, даже не трогай, котен. Вода на первом месте, на втором глицерин, на третьем какой-то гликоль. Это спирт, не спирт. В общем, она воняет спиртом. Имейте в виду. Вот. Так что сейчас буду носить 15 минут. Смотреть, какое произойдет чудо. Я уже даже сказала, фу. Вот, показываю вам поближе состав. Кто разбирается, напишите. Что-то покажется. Мне тут прям спирта дофигища. Муродки, кстати, полно. Там ее еще тьма. Ну что, смотрим на эффект. Я, кстати, так не подрезала. Забыла. Блин, вот видите. У меня вот в прошлый раз от масок так же была. Она не разровнялась и образовался залом на коже. Вот в тех местах, где она лежит, не ровно. У меня вот это вот дико бесит. Это вот я имею в виду старые маски. По эффекту. Ну не знаю, сейчас посмотрим, полы сузились. Ну да, вроде сузились. Но хочется прям убрать. Хочется убрать остатки. Вот после прошлой не хотелось. От этой хочется убрать. Хотя они не липкие, но как-то вот эта вот субстанция, она на коже ощущается. Теперь комфортно. Что по ощущениям могу сказать? Ощущений каких-то вот супер-пупер никаких нет. Мне кажется, матированность кожи, хотя она еще даже влажная, да, она присутствует. Поры сузились. Есть легкий выбеливающий эффект. То есть я это вижу. Такой вот выбеливающий, немножко выравнивающий тон. Да? Ну, знаете, такая... Есть маски получше. Дешевле и лучше, честно. Вот такую очищающую, я не знаю, я, наверное, больше не возьму. Потому что какой-то прыщик даже после нее или смаранки тут. Не могу сказать, что какие-то положительные впечатления. Вроде вот поры сузились. Но не сказать, что они прям какие-то чистые. И что-то вот такое произошло. Супер-пупер. Такая чуть хуже среднего маска, вот по мне. Я бы за нее 50 рублей не дала. 50 рублей даже не дала. Они стоят у нас дороже. Так, в следующий раз будем завтра шутра пробовать. Следующий у нас с вами вот такая вот масочка. Антивозрастная молодость. Сейчас будем пробовать. Артикул 0072. Остатки средств тоже рекомендуется удалить. Давайте вскрывать, смотреть, примерять. Ну, как бы лекал такой же опять. Ну, собственно говоря, почему они должны быть другое? Одно производство, да, одни лекала. Вот. Все как бы нормальненько. Все отличненько. Вот видите, вот эти вот заломы, вот эти линии, это не от того, что я ее так вот на лицо подела, да? Это она так была сложена в пачке. И он не разглаживается. И вот, видимо, на том месте вчера, в черной маске, этот залом на лице остался. Понимаете, о чем я? Косяк в чем и масок. Вот сейчас посмотрим. Вот они, эти полоски. Как она сложена была в упаковке. Видимо, такой материал. Она не расправляется. Сыворотки опять тьмой. Маш, я не хочу. Ходим 15 минут. Да, кстати, девчонки, потестировала кондиционер от Афичины. Волосы очень мягенькие, классные. Такие, знаете, живые. Посушу еще, посмотрю. Но пока мне очень понравилось. Мягенько здорово. Прям вообще смягчает. Потому что кончики прям жутко-жутко сухие. Поэтому довольна. Буду с удовольствием пользоваться. И Ксюшке тоже. Потому что продукция натуральная. Почему бы нет? Так, давайте смотреть. Теперь прошло 15 минут. Глянем. Остались заломы? О, нет, хоть заломов не осталось. Слава, Дмитрий. По факту. По факту, что могу сказать? Молодость. Молодость у нас маска. С чем должна? Как должна проявлять себя, да? Увлажнение. Хорошее увлажнение. Не обязательно питай, но хорошее увлажнение. Сыворотка не липкая, кстати. Вообще не липкая. То есть ее много, но она вообще не липкая. Мы ее с вами распределим. И она комфортная. То есть ее смывать не хочется. Может быть и не буду смывать сейчас посмотрю. Но в целом, как бы увлажнение хорошее. Увлажнение хорошее. И вот мелкие мимические, если брать вокруг глаза, как-то вот немножко подразнабилось. Я не скажу, что какое-то там чудо произошло. Но неплохая. Вот эта вот масочка неплохая. И вот очищение пока из всех новых масок, только она как-то не очень зашла, не понравилась, да? Вот это неплохая. Такая стандартная увлажняющая масочка. И в отличие от многих масочек, да, не вызывает никакой липкости. То есть она такая сыворотка. Не то, что полуводянистая, но не липкая. Нормально. Все очень достойно, да? Личко посвежело, разгладилось. Немножко там то, что тон выровнялся. Нет, ничего такого не вижу, да? Вот, но увлажнение. Вот, хорошая увлажняющая маска. Ни больше, ни меньше, ни дать, ни взять. Ну, и на этом влог буду заканчивать. Надеюсь, он был вам полезен и интересен. Ссылочки на офичину обязательно оставляю под видео. Проходите, знакомьтесь. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok